Ребятки, всем добрый вечер или хорошего времени суток. Обзор будем делать на очередной видеоблог с Амбелла Адамяна. Прибежал к мамке делать котлетки для диабетчиков. Рецептик подогнала Маринка, вот та, которая из Харькова. Ребят, сидит наша мамулька, наша, говорю, специально тогда. В кресле уселась, расщепирилась и сижу, жду, пока на подносике или на тарелочке с голубой каёмочкой подадут еду какую-нибудь. Потому что самой встать к плите, хоть что-нибудь приготовить, не-не-не, мы не приучены, мы отвыкли вообще. Нам нужен обслуживающий персонал. Ребятки, на побегушках всё тот же Амбелл. Рецептик показал, всё просто, пекинская капуста, фарш птицы, по-моему, лучок был, яйцо, посолил и вперёд чуть-чуть водички притушил, готово. Ребят, мне кажется, такие котлетки Маринке самой бы не мешало, да, употреблять. И вообще нам с вами каждому, и Амбеллу, и Коле, и Свете Сытник, вот всем подряд. Хорошее блюдо, сказал Амбелл, вот мама, тебе прекрасные котлетки на завтрак, салата свежего побольше и вперёд. Сахар 6,5, замечательно. Сделал первые 5 штук, ребят, вот такие лапти, вот такой величины, с ладонь, огромнейшие котлеты. Вторая порция 5 штук, вижу, готовится. Мама, ну посмотри, в кастрюльке показывает, смотри, какие я тебе котлетки приготовил. Заглянула, вот это и всё, ядрит колотить. 5 штук, вот таких лаптей, ребят, по одной котлете, если на завтраке, это на 5 дней, на 5. Подняла, вот это и всё. А сколько вам надо? Три гладитвы наш, сколько вам нужно котлет, ребята, вот это и всё. Один позвоночник уже скрюченный, 73 года. Сколько жрать надо, чтобы вам было достаточно? Нет, говорит Самвел, мамка, это не всё. Ещё таких же 5 штук, вот, готовится на кухне 10 котлеток. Ребятки, 10 котлет. Вы на минуточку себя поставьте на её место. Когда это сожрать? Это сколько приёмов пищи. Я не знаю, вот такой величины, вот такой, просто, как ладонь. Вот всё, она меня убила на повал. Ой, боже ж ты мой, попробуй, мамка, попробуй. Притаранил Самвел ей котлетку. На кухню вытяни судьба. Сесть к столу, взять вилочку. Не-не, ребят, это не про Адамяна. Сидела в кресле и сижу. Принёс ей сюда на тарелочке, без вилки, безо всего, этой пятернёй, этими пальцами. Ломает эту котлету. Ну, блин, как же это неприятно смотреть. Самвел, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, по-хорошему. Вот обращаемся мы все к тебе. Ну, вилочку можно использовать. Я не говорю уже про нож, ради бога. Ну, вилочку, вилочкой немножечко кусочек себе отломить, положить в рот, как человек. Ну, вы же не первобытные люди. Ну, вы же не животные, ребят. Ну, правда, рукой вот всю котлету вот это залезло, поломало и в рот запихивает. Боже, я немножко даже так отвернулась. Думаю, ну, я не могу, в отличие от зрителей, нажать там на паузу или промотать, на перекрутке посмотреть. Мне же нужно послушать, что она будет там говорить дальше, ребят. Ой, ну, наверное, не вкусней, спросила у Самвелла мамка перед дегустацией, перед дегустацией. Мама, нихера себе не вкусней, говорит Самвелл. Там мясо, что тебе еще надо? Капуста, замечательные диетические котлеты, ягцены вкусней, мама. Ну, да, ну, да. Мама, пробует, сидит, смолотила эту котлету. Мама, ну, хоть какая, ну, ты можешь хоть сказать. Все, Самвелл добивается похвалы от нее. Бедный бьется, как рыба об лед. Результата никакого. Выпрашивает просто какие-то слова положительные, чтобы мама сказала какие-то приятные слова сыну. Похвалила, что сынок приготовил. Мама, ну, хоть скажи что-нибудь, ну, вкусно, нет. Нормально, хороший, хороший, нормальный. Вы другие слова, Васильевна, знаете? Вы можете сказать слово, сыночек, очень вкусно. Так вкусно я не ожидала. Спасибо тебе, дорогой мой. Замечательный, я буду кушать и тебя все время вспоминать. Просто тебе спасибо. Умничка, мой золотой, мой дорогой поцелуй. Можно так маме, сыну сказать, высказать такую благодарность? Нет. У нее язык даже не заточен в ту сторону. Мне кажется, она слова такие, как спасибо, вкусно, она не знает и не понимает. А помните все, какие она замечания говорила в сторону Леонтьевны? Помните, как она критиковала? С какими психами и нервами? Прям так сердилась, что никогда Леонтьевна свету не благодарит. А вы слышали вообще? Ну, может, когда-то Леонтьевна и пропустила, а когда-то и сказала спасибо. Вы за себя отвечаете, Васильевна, обернитесь на себя. Как вы себя ведете, когда Самвел кормит, готовит для вас, все делает для вас? Нормально, хороще. О, похвалила мамка, да? Но Севка торопится, взял такси и за колясиком, помните все, что Коля на свадьбе гуляет у одногруппницы, Самвел не пошел и сказал колясик, чтобы приехал Севка на такси, его забрал с гуляночки. Я вот подумала, а зачем вообще вот эти вот все телодвижения, к чему они, почему Самвел на такси должен ехать? Для чего Коля поехал на своей машине туда? Мог бы колясик на такси туда поехать, на такси вернуться? Не правда ли, ребят, все настолько просто? Какие-то многоходовочки разыгрывают, но диалог с таксистом меня тоже повеселил. Я почитала там в комментариях под видео у Самвела, тоже посмеялась, точно такой же думкой, как и все комментаторы, ребят, сидят два выпендрежника в салоне. Один таксует, себе на хлеб зарабатывает, на такси работает, да? А я во Франции жил, а я в Турции отдыхал, а я водку даже никогда не пробовал, а я тоже алкоголь не уважаю, а я только ром, дорогие коньяки люблю. А вот в Бильбао, во Франции, там где Баски, ну вообще я очень хорошо знаю Европу. И Андрей мой, вот последний контракт у него был в Бильбао, Испания, на минуточку. Испания, ребята, и страна басков, это Испания. К Франции баски никакого отношения вообще не имеют. Но до такой степени два хвостунишки сидят, один перед другим перья свои распустили, я говорю тебе два павлина-мавлина, понимаете? Друг другу наврали с три короба, и один, правильно там в комментариях какой-то зритель написал, один поехал таксовать, а второй доедать обедки со столов, то есть кусочки там какие-то набросали в боксы разовые, колясик же позаботился, да, про севочку, чтобы голодный не остался, со свадьбы салатики посгребал, какие-то огрызки тортика этого, ребят. Видон был, ну, непрезентабельный абсолютно, ну вообще, я не знаю. Открыл боксы, вот такое, какая-то смесь, все перемешалось, люди, кони, кони, люди. Итак, колясик вместе с Самвелкой со свадьбы только сели в Колину машину, Севка уже нарушил правила. Вот только-только превысил скорость, полиция остановила, пальчиком погрозили, ну-ну-ну, сказали, и Коля говорит, Самвел, смотри, еще права заберут, полосу держи, он, я не пойму, кто пил, Коля или Самвел, съезжает все время с полосы, Самвел, полосу держи, ты не держишь полосу, Севка, что с глазами, зоркий сокол, что, что произошло? Слава Богу, все обошлось, и радость в квартире, вот она, жрачка. Мамке наготовил, все оставил там, а здесь, пожалуйста, свадебные блюда. Ребят, какие-то там салаты, я, правда, не знаю, что там такого было, по-моему, гранатовый браслет. В общем, навалено все в коробку, в одну, вторую, третью, какие-то тортики кусочки, какие-то остатки курицы, там, крылышки что-ли были, я особо не поняла, но как-то я, если бы вот такое восприняла в свой адрес, как какая-то, правда, пощечина, никогда бы не стала есть вот эти объедки со свадебного стола. Может быть, я очень строга сейчас в своих суждениях, вы меня поправьте, выскажите свое мнение в комментариях, но мне, честно, было неприятно. Знаем все Самвела, как он тут же, давай, есть один салат, второй салат, все подряд закидывается в топку, в жерло, как любит, говорит сам Севка. Никого не напоминает вам, нет? Правильно, мои дорогие. Мамулька номер два, вторая серия марлезонского балета, Севка и салатики. Тортиком, я думаю, повернул, да, Самвел? Как там ночью вообще дела будут обстоять? Ой-ой-ой, ай-ой-ой, что там, на унитазе сколько просидишь? Не дай бог, я, конечно, этого не желаю, я сейчас пытаюсь шутить, ребята, разрядить обстановку и шутить. Дай бог, чтобы все закончилось хорошо, благополучно. Ну и завтра свадьба продолжается. Второй день, шашлыки, пампушки, галушки. Самвелу Коля сказал, ты еще можешь поучаствовать. Я в конкурсе участвовал, сказал Пупсик. Даже приз выиграл, бутылку водки. Ты моя золота дитина, бабы натыкинца. В конкурсах вин участвовал, даже тяцю выиграл. Ну, зайчик ты наш, ну, молодец, колясик лучше всех. Браво, Коля. Так что, Севочка, тебе туда же завтра просим за призами и подарками, как без тебя может обойтись. Может, песенку споешь, может, две бутылки водки выиграешь. Вам так и можно, чинезя, Сева. Я вижу, что вам такое нельзя. Даже трезвый, и то за рулем неправильно себя ведешь. Итак, ребятки, я свой обзор закончила. Жду ваших комментариев. Пальчики вверх-вниз и до завтра. Всем хорошей. Начало рабочей недели. Легкого понедельника, ребятки, и настроения. Никто мне не болеет. Смотрите, все, чтобы как штык, завтра у своих экранов встречаемся в то же время, в том же месте и в тот же час. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok